Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Сусин и я хочу с вами поделиться четырьмя типами дыхания по казачьему спасу, которые я использую в ежедневной практике. Первый способ это дыхание сокола. Дыхание сокола это короткий вдох ртом 1 секунда и длинный выдох в течение 7 секунд носом. Этот тип дыхания он развивает выносливость, вымывает из мышц молочную кислоту, очищает от токсинов, тушит психический стресс, расслабляет, успокаивает ум, восполняет потраченные силы, ну и придает легкость движения. То есть такой тип дыхания можно использовать между физическими нагрузками. Его еще называют очищающее дыхание. Когда вас какие-то беспокоят мысли навязчивые или не можете уснуть, вот такой тип дыхания рекомендуется. Я его тоже использую. Второй тип дыхания это дыхание медведя. Дыхание медведя, наоборот, дыхание силы его еще называют. Это длинный вдох ртом в течение 7 секунд и резкий выдох носом в течение одной секунды. Значит такое дыхание силы оно способствует укреплению физической, энергетической составляющей. Применяется при тренировках или когда у вас не хватает энергии, так как это вялость, слабость. Вот как раз таки такое дыхание и рекомендуется. Что еще хочу добавить? Следующее. Дыхание волка. Дыхание волка это короткий вдох и короткий выдох меньше секунды. То есть дыхание осуществляется носом. Такие вот вдохи свободны, а выдохи принудительны. То есть и дышим, дышим. Такое дыхание заживляет раны, вылечивает больные органы, восстанавливает, охлаждает тело, помогает пережить шоковое состояние. В йоге используют для раскачки энергии. Вот в трудных осанах вот такое дыхание. Также такое дыхание используется в техниках холотропного дыхания для перехода в измененное состояние сознания. В общем, это восстанавливающее состояние. И вот после дыхания волка обязательно необходимо делать индивидуальную задержку дыхания. Волевую индивидуальную задержку дыхания. Вот подышали дыханием волка в течение минуты, к примеру, задерживаете, сжимаете подбородок груди и дышите, и удерживаете дыхание сколько можете. Вот первый шаг это дыхание сокола в течение минуты. Второй шаг дыхание медведя тоже в течение минуты примерно. Третий шаг дыхание волка в течение минуты и индивидуальная задержка дыхания сколько можете. Это вот такой цикл. Если вы будете по отдельности эти типы дыхания использовать, в зависимости от состояния, от цели вашей, то можно минут 10-12 так дышать по каждому типу дыхания. Но я имею ввиду дыхание медведя или дыхание сокола. Еще есть дыхание полоза или его еще называют иначе дыхание змеи. Это дыхание, скажем так, дыхание долголетия, дыхание жизни. Или еще называют его дыханием черепахи. Получается, что такое дыхание выравнивает и балансирует все процессы физиологические, очищает сознание, избавляет от какого-то внутреннего диалога. Вот особенно тем людям, у которого какие-то посторонние мысли, беспокоящиеся, такое дыхание показано. Погружает человека в целом вглубь себя, помогает остаться наедине с собой, понять себя, почувствовать свои истинные желания и мысли. Такое дыхание черепахи и змеи применяется часто в медитациях для релаксации или перед сном. Вообще рекомендуется постоянно так желательно дышать. Ну вот, собственно, четырьмя этими типами дыхания я с вами поделился. Если вам понравилось, подписывайтесь на новости, ставьте колокольчик и палец вверх. Пока!